привет привет ребят сейчас я открою youtube посмотрю так сейчас секундочку запустится добрый вечер в эфире все отлично вижу всем ребят здравствуйте хочу сразу же сказать что сегодня долгие были споры будет эфир или нет потому что как вы наверное многие уже знаете что у нас прошел трехдневный безоплатный марафон который есть на youtube канале который можно посмотреть там было у нас три эфира в день там я отвечала на вопросы и можно уже смотреть как когда хотите но у нас продолжается эфир эфир продолжается марафон в 21 день который и марафон 21 дневные к нему сначала мы думали что не будет никто присоединяться потому что мы там уже начинаем зачем это нужно вот а потом подумали ну как бы это же выбор каждого и не каждый например может себе позволить там консультации или не каждый хочет один идти в эти моменты не каждый и многие хотят вот эти вот посмотреть что там происходит но по каким-то причинам там опоздал или еще что то вот поэтому мы решили что можете присоединиться в любое время в 21 дневном марафону вот и те эфиры которые были у нас прям в закрытой группе их можете пересмотреть они все они все сохранены они в открытом доступе не будут они будут только в закрытом доступе и остаются у ребят которые которые на марафоне они у них остаются пожизненно вот привет ксюшенька вот и видно слышно добрый вечер приветствую привет вот и сейчас мне нужно посмотреть какая тема эфира дешевая ложь все ясно ясно про что мы с говорить это как раз было несколько запросов по этой теме по теме что такое обесценивание себя а вот я вот так вот себя веду а как же это делать и вроде я все вот это дело вот это дело вот это дело и очень много вопросов очень много вопросов и как раз вопросов по обесцениванию себя что такое дешевая ложь. Это как раз про то, насколько мы, обманывая в первую очередь самих себя, обесцениваем себя, обесцениваем разными моментами. Наверное, у каждой был такой момент в жизни, у каждой, у каждого, когда нам что-то нравится, но мы себе по каким-то причинам не можем этого позволить. Это касается абсолютно всего. Это касается как каких-то манипуляций с телом, так и каких-то вещей, которые просто материальные, там дом, квартира, машина, неважно что, какой-то новый гардероб. И мы очень часто не можем себе это позволить по каким-либо причинам. и чтобы это резонировало с тем, что я все-таки могу себе все позволить, я вот такой вот молодец, мы начинаем себе придумывать вообще миллион отмазок. Ну, например, мне эта машина нравится, но она мне не нужна, потому что зачем она мне нужна. А сам думая, что как бы вот я бы хотела эту машину, но как я буду обеспечивать, как я ее буду содержать, а куда я на такой машине буду ездить. И сам себя, от себя убираешь этот момент. То же самое, что и касается вашего тела. Ну, например, там для девочек актуальна стрижка волос. Например, вот я хочу подстричь волосы, а потом я буду жалеть, а волосы же это это, а это то. И мы начинаем себя убеждать, то есть наше желание, когда приходит наше истинное желание, мы начинаем себя убеждать, что нам это не нужно, что это не наше. Вот, и потом, вот, на эту ложь, на это непринятие себя, ты же себя не принимаешь, то же ты захотела, а потом такая, да нет, это вообще не надо мне, это не мое, а я потом об этом буду жалеть, а я потом вот это вот буду, а я потом вот это буду. И когда мы это начинаем в себе воспитывать, то очень часто переходим в такие моменты, что мы забываем вообще, кто я есть, а что я хочу. И начинаем жить социальными рамками, социальными какими-то устоями, социальными границами, размерами, плотностью, где мягко, где хорошо. И абсолютно начинаем терять себя, не чувствуя, а что я вообще есть, а что я вообще хочу, а что я вообще люблю. И начинаем прикрываться как одеялком какими-нибудь такими общедоступными, легкодоступными инструментами. Например, такое, как я себя люблю, я вот себе там кремики покупаю, я себе одежду покупаю, я там себе вот этого делаю, я там то себе делаю. А по факту ты просто прикрываешься, потому что ты себе не можешь позволить что-то, ты себе не можешь что-то дать, и ты прикрываешься теми вещами, которые ты себе можешь дать, не сожалея об этом, которые для тебя легко доступны. И не идёшь в те состояния, которые для тебя нужно выгрызать, потому что это сложно, потому что если ты это сделаешь, а вдруг тебе не понравится то, что ты сделал, а вдруг это не твоё, ты тогда будешь об этом жалеть, ты столько ресурсов потратил на это, чтобы этого добиться, а это оказалось не твоё, зачем мне это надо. И вот такими способами мы уходим от этого состояния. Хотя это как раз то, когда мы начинаем себя прощупывать. Я это сделал, да, я потратил на это ресурсы, я молодец, я могу себе позволить потратить на это ресурсы. Да, мне это не понравилось, это не моё, но теперь я точно знаю, что это не моё на данном этапе времени. И я опять же прекрасен в своём мире, потому что я разрешил себе это. Но очень часто мы к этому не идём. Очень часто мы остаёмся в своём болотце, потому что там удобно, потому что я там всё знаю, потому что я знаю, сколько мне на это надо, сколько мне на это нужно ресурсов, сколько мне на это нужно времени, сколько мне на это нужно каких-либо затрат. И я точно знаю, что если я это сделаю, я не буду об этом жалеть или не жалеть Это просто я вот это сделаю И какая уж там жалость, будет это жалость, не будет этой жалости Но очень часто мы не можем к этому прийти Не потому что мы не можем к этому прийти А потому что мы не видим конечного результата Мы же себя не знаем, как мы можем видеть конечный результат Это знаете, ребята, из той серии, это как раз из той серии, когда ты не знаешь, какой ты, и поэтому ты не идёшь к себе. Потому что когда ты придёшь к себе, а понравишься ли ты себе такой, какой ты есть. Ведь мы не всегда себе нравимся, тем более, как только начинаем себя познавать. Потому что мы не входим в те рамки, которые сами себе придумали, которые в нас воспитали родители. Не потому что они хотели нам какого-то негатива, а потому что они знали только так. Мы не влезем ни в какие социальные нормы, мы будем абсолютно другие, где могут там что-то осуждать. Кого-то осуждать, за что-то осуждать, а зачем это нужно, а как с этим бороться, а как этому противостоять, а как при этом, при всём дальше продолжать себя любить, если все говорят, что ты, ай, какой негодяй, негодяйка. Как с этим быть? Как с этим работать? Как работать с теми моментами, которые открываются тебе с абсолютно иной стороны? Ты же себя знаешь как молодца, как хорошего. Я всё себе могу позволить, такое, что я себе делаю. А тут раз, и абсолютно другая история. Абсолютно другая история по отношению к тебе. Ты себя начинаешь воспринимать по-другому. Ты себя не можешь проработать с той стороны, где ты начинаешь быть плохишом. Как это проработать? Как это понять? Как это убрать? Как быть тогда хорошим? Как позволить себе быть любимым, любимой для самой себя, если все вокруг кричат, что это не так? И это достаточно ресурсно, да, такое слово, которое уже, мне кажется, по всем соцсетям прошло. Да, на это требуются ваши ресурсы, ваше время. И это время, это мы уже с вами говорили не один раз, да, что это критерий только этой плотности. В других плотностях времени не существует. И только здесь через время мы можем себя прочувствовать. А как через время мы можем себя прочувствовать? Как мы можем время прочувствовать? Время мы можем прочувствовать только через негатив, через потерю времени. Мы чувствуем, что это время прошло. Да, это как раз про это Вспомните, когда вам хорошо, когда вы чем-то заняты, когда вы увлечены чем-либо Когда у вас какой-то такой, вау, драйв Вы не замечаете, как прошло время, вы думаете, о, нифига себе, уже столько времени прошло, я даже не заметил А когда что-то идет со скрипом, когда идет что-то, что вам не нравится, не по-вашему Вы начинаете считать каждую минутку Попробуйте, что такое время Вы узнаете, что такое время, например, стоя в планке Вы очень четко будете понимать, что такое секунда И это время мы можем оценить только через негатив И представляете, как мы можем его потерять Мы можем его реально потерять, но только в том случае, если нам что-то не понравится А если нам понравится то, что мы делаем Мы приобретем себя Но тут же нет никакой гарантии Всегда 50 на 50, либо да, либо нет Все ли готовы к этому идти? Все ли готовы себя прощупывать? Все ли готовы себя потерять в этом мире? Во временном, в мире, во временном пространстве Ведь нас очень четко это закольцовано Что если нам что-то не нравится, это потеря времени Потеря времени — это мы откусили от себя жизненный кусок Откусили от себя жизненный кусок И теперь мы становимся нецельными Откусанными И очень часто таких моментов, когда мы раз-раз-раз И откусаны со всех сторон Своим временным критерием А когда мы откусаны, нам очень сложно Воссоединиться с самим собой Чтобы понять, что ты истинный тот, кто ты есть В любом временном пространстве Это мы можем понять, только идя к себе И понимая, что каждый наш поход Не может быть негативным Вот это как раз Истина своего я Истина того, кто ты есть Запись эфира будет, который был сейчас в клубе 21 Да, ребят, запись будет Конечно, просто я не успела еще скинуть Сразу же вот в этот эфир пошла Ребят, позадавайте вопросы Если что-то непонятно Потому что, возможно, я вас запутала Как обычно Если есть вопросы, то я с удовольствием почитаю Мне тут задавали вопрос По клубу Клуб и марафон, ребят, это разные вещи И причем и клуб, и марафон, и ретрит Это абсолютно разный уровень восприятия В клубе, в закрытом Я делюсь своими мыслями Своими знаниями Своей информационной Волной, которая приходит Да, и сейчас, на сегодняшний день Я очень углубилась В гидру, в лимфу В кровь Что это такое? Кто нами управляет? Почему так все? Почему сложно выходить на чистые дни? Почему у нас идут зажоры? Кто жрет внутри нас? Есть ли у нас кто-то? Есть ли я? Внутри себя? Очень много вопросов И про это, про все я рассказываю Делюсь своими мыслями в клубе Марафон, это Марафон сейчас, который идет 21 день Это про нашу физику Чтобы выпустить нашу физику наружу Чтобы ее облегчить Конечно же, там идут и некоторые моменты С психологической стороны Но совсем незначительные То есть там чисто по Мы выходим с ребятами на сухие И как это выходить? Почему так лучше выходить? Для чего так? Что вы будете чувствовать? Что происходит в вашем организме? Которые ребята пойдут дальше на 40 дней Там мы уже заденем такие темы Как уже что-то космическое Почему, откуда это идет? Дальше следующий уровень Марафон, который будет 5 февраля Это психологический марафон Там мы прорабатываем каждому участнику Почему он стоит на этом пути? Почему он не идет дальше? По каким причинам ему так важно Быть в этом состоянии? И что нужно сделать, чтобы сделать следующий шаг? Следующий шаг куда? Куда ты хочешь идти? Действительно ли тебе это нужно? Обратного пути нет Ты уже не будешь таким, как все Но ретрит, это естественно ретрит вживую Когда мы просто уже совсем улетевшие И мы уже говорим о других вещах Не только о вещах этой плотности Мы говорим уже о других мирах И конечно же мы разбираем себя по клеточкам Полностью разбираем У меня, ребят, слетел Слетел YouTube И я не могу на него зайти Мне нужно там число ввести Я не знаю, на каком устройстве это число Поэтому буду только здесь читать Вопросы Потому что не могу зайти В YouTube Так При изучении При изучении на семинаре Невольно думаешь О симптомах родственников и знакомых Это уход не в себя Как избавиться от этих мыслей о других? А почему? Ну ты же, смотри Ты же думаешь о других Не потому что ты такой замечательный Ты же думаешь о других Потому что ты не хочешь к себе повернуться Если ты не будешь думать о других То о ком тебе будет думать? Только о себе Как ты это будешь делать? Поэтому постоянно мы думаем о других Это же проще всего Во-первых, ты становишься сразу же моментально хорошим Когда ты думаешь о себе Ой, о других Я вот такой молодец Я о них думаю А когда нет у тебя о ком-то думать То тогда приходится вернуться к себе Думать о себе как? Это же сложно Потому что если я буду думать о себе То мне начнут вывлазить те моменты Которых я не хочу видеть Мне начнут вывлазить те желания Которых я не хочу Потому что они не актуальны для меня На них нет денег Нет времени Нет стресс Нет еще чего-то Миллион всего нет Поэтому как? Конечно, о других Добрый вечер Прослушала, где будет проходить Если марафон, то в Телеграме В Телеграме напишите мне У меня ник называется Love Lana Лаврова Лана, Светлана Марафон, да В Телеграме Латинскими буквами Love Lana Что сейчас можно начать делать Чтобы научиться ощущать себя Потребности свои Благодарю, Светлана Чтобы научиться ощущать себя Потребности свои Во-первых, это самое банальное Нужно себе Сказать, что я хочу Даже если это будет Вообще не актуально для вас Можете записать в тетрадочку И те желания Которые будут приходить Даже которые тебе кажутся Что самые такие Господи, что это такое вообще Что это за желания Это твои желания И ты в них разберись Почему эти твои желания Выскочили у тебя Причем у нас Первое время выскакивают желания Не то, что мы хотим А то, что мы отрицаем Не для того Чтобы мы это сделали А для того Чтобы разобрались А почему я это отрицаю Мне отрицание Это нужно Чтобы что? Чтобы как выглядеть Перед собой Почему я боюсь туда идти Что для меня Неприемлемо В этом желании Разбирайтесь Со всех сторон Крутите Ваш кубик-рубик Тогда еще можно Присоединиться В 21 Ребят С ютуба Не могу почитать Вопросы А вот Есть Наверное Так Это честность с собой И это и есть Основа для перехода В чистое состояние И что еще является опорой Слушайте Но честность с собой Это первый момент Который действительно Один из самых ключевых Но это не единственный Честность с собой Это когда Не только ты Честен Это основа Да Но помимо того Что ты честен с собой Ты не просто должен быть честен с собой А не отрицать то Что происходит То есть те моменты Например Которые я знаю сейчас Какие знания у меня сейчас есть Если бы мне их сказали Еще наверное там Ну какое-то время назад Так скажем Я бы была в полном Таком Недовольстве Я бы сказала Для меня это Неприемлемо Неприятная была бы информация Я рассчитывала на другое Мы же все ждем Хиппи-энда Вот И поэтому То что я Сейчас знаю Не всегда Это Не всегда это хорошо Не то что Не хорошо что я знаю То есть Когда эта информация Сейчас уже Какую информацию Какая информация Мне идет Я ее сразу же воспринимаю И начинаю ее прорабатывать Но изначально Если бы мне вот эта вот Информация шла Я бы ее наверное бы Откинула Сказала Да как такого не может быть Да мы все вот там Сейчас же все говорят Про пятое измерение Мы сейчас все перейдем И будет ух А тут мне раз И другую информацию дают И с ней надо работать Да И это тоже про честность Не просто перед собой Быть честным А прорабатывать Каждый момент Даже тот Который тебе Совсем не нравится Что навело на эти вопросы Про лимфу Кровь ДНК Ну как ребят Что навело Ты же Когда находишься В определенных состояниях Себя Ты же Начинаешь Когда ты Начинаешь Видеть человека Видеть его Свет Свечение Когда ты Начинаешь Видеть его Густоту крови Когда ты Начинаешь Видеть его Свет Крови Когда ты Начинаешь Видеть его Внутренние органы Да Ну как бы Не в том Качестве В котором Вы думаете Но это я так Образно Когда вы Начинаете Видеть Весь мир По иному По иному То ты Идешь дальше А как По другому И ты Идешь дальше Ты начинаешь Разбираться Ты понимаешь Что вот здесь Заложено Вот это Вот здесь Заложено Вот это А с чего Ты начинаешь Разбираться Конечно же С себя Что у тебя Есть Ты начинаешь Себе Вот это Вот это То есть Нас же Мы же Все стоим Под колпаком Нами же Управляют Как это Управление Убрать Конечно же Некоторые Сейчас Начнут Говорить Да Нами Никто Не Управляет Я Вот Весь Такой Замечательный Если Вы так Считаете Пожалуйста Я же Никому Не навязываю Ни в коем Случа Своё Мнение Свои Свои Видения Свои Знания Я Просто Делюсь Тем Что Есть Во мне А Ваше Уже Это Идти Дальше Своим Путем Мы Можем Пойти Вместе А Можем И Совсем Не Сойти В Каких То Мнения И Мне Очень Интересно Будет Ваше Мнение Потому Что Я Не Претендую На Истину Я Просто Разбираю В том Что Есть Я Просто Вижу Некоторые Моменты Которые До Этого Я Даже Не Предполагала Что Их Вообще Можно Увидеть Что Они Вообще Существуют Что Это В Книжках Написано В Сказках Написано Но Некоторые Вещи Вообще Не Не Написаны Свет Моя Зеркальца Скажи Это Все Правда Расскажи Рассказываю Что Могу Вы Не Ответили На Вопрос Я Знаю Что Думать О Других Это Уход Из Себя Я Спросила Как Перестать Помимо Своих Желаний На Листке Бумаги Повернуться К Себе Вы Думаете Я Ведь Это Не Просто Вы Думаете О Ком То Это Ваша Ширма Вы Скрываетесь За Хорошестью Чтобы Не Быть Такой Какая Вы Есть И Если Вы Хотите Подробно Это Раскрыть То Это Точно Не В Прямом Эфире Как Вы Полагаете Я Не Знаю Про Вас Ничего Почему Вы Так Делаете Почему Вам Актуально Так Делать Почему Вам Что Такое Помогаторство Вы Ставите Себя Лучше Других Для Вас Все Остальные Кому Вы Пытаетесь Помочь Это Не Знаю Там Они Ниже Вас Это Не Ваш Уровень Вы Всегда Считаете Что Вы Сейчас Поможете Они Без Вас Не Справятся Эти Говнища Без Вас Не Справятся А Вы Так Молодец Что Вы Сейчас Ух И Все Сейчас Разручете Все По Местам Раздвинете Потому Что Они Бестолковые Они Не Сообразят Ничего Без Вашей Помощи Ничего Не Сделают Это Вы Так Клевая Это Столько Важности Что Я Могу Кому Помочь Светлана Здравствуйте Как Так Так Вот Ребятки Присоединяйтесь На Некоторые Вопросы Которые Я не могу Здесь Освятить Буду Освещать Других В Других Каких-то Своих Проектах С огромным Удовольствием С вами Делюсь Но Просто Некоторые Некоторые Вещи Как Я Уже Говорила Я Не Могу Озвучивать Я Не Могу Озвучивать Как На Все Слышание Иначе Просто По Соц Сетям Как Минимум Забанят Это Идет Обесценивание Помощи Но Вы Можете Так Сказать А Среди Вас Беспомощные Или Вы Думаете Что Те Кто Кому То Помогают Они Помогают Кому То Или Дают Вам Возможность Разобраться В себе Вы Даете Кому То Возможность Вылезти Из чего То Или Вы Такой Ценный Для Своих Беспомощных Людей Которые Вас Окружают Как Давно У вас Открылось Видение После Чистых Дней На Чистых Днях Оно Открывается Нет Такого Что Оно Открылось И все С каждым Разом Все Какие-то Новые Моменты Раскрываются Как только Мое Физическое Тело Готово К Новым Вибрациям К новым Информационным Волнам То Больше И больше Я начинаю Видеть Других Вещей Причинить Помощь Да Причинить Помощь Точно Благодарю Ну что Ребятки Будем Заканчивать Вопросов Больше Нет Тему Я Вроде Бы Открыла Если Кто-то Хочет Чтобы Больше Открыла Я Чтобы Какие-то Еще Другие Темы Осветила Ребят Пишите В комментариях В Хоть Где Хотите Здесь Пишите Хотите На Ютубе Хотите В Телеграме Вот Где Вам Удобно Там Пишите Чем Больше Будет Раскрыто Тем Вернее Заявок На Тем Тем Больше Я Буду Открывать Но Сразу же Говорю Что Такие Эфиры Как Про Кровь Про Лимфу Про Гидру Я Не Смогу Дать Много Информации Потому Что Соцсети Они Убирают Нас То есть Я Пыталась Несколько Раз Какие-то Всякие Разные Эфиры Такие И Нас Эфиры Сразу Даже Не Давали Их Выпустить Они Закрывали Эфиры Поэтому Что Смогу То Конечно С удовольствием Дам Привет Иришечка Да Мы С тобой Погуляем Обязательно Пиши Мне На Ватсап Всех Обнимаю Спасибо Огромное За ваши Вопросы Ой Марусечка Привет Дорогая И Жду От вас Какие Темы Интересны Всем Пока